что-то ребятки что-то друзья мы сегодня долго спали нас сейчас полдесятого так-то за шутка рано встаем короче до шутка сейчас собирается я уже что-то проголодался бегу на завтрак она говорит закажите нибудь в общем пошел и на завтрак пока там соберется уже как раз приготовит может быть даже и уже и поем на сегодня очень много планов поэтому хочется все синий успеть на озеро и порыбачить и на велике проехать какие запахи сегодня всю ночь кстати куры петухи эти орали давали спать до шаги лицо я поняла деревня это не мое деревню на пару дней говорит смотрите что тут еще есть давно не швырял такую штуку но почти почти рядом еще одна попытка дать и да ладно нормально но петушечек который всю ночь орал не давал спать ты чё кричал сумасшедший блин сегодня шпарит серьезно просто араба на раба сегодня шпарит просто блин ну все равно шпарит не шпарит на такая красотишка это просто это просто бомба как обычно ребятки вы уже вы уже многие привыкли кто наблюдает за нами вы уже привыкли к тому что турецкие завтраки это такое достаточно большой завтрак вот еще по ходу не все арбузы орехи оливки изюм масло мед варенье ореховая паста какая-то огурцы помидоры лепешки сырные так понимаю да с творогом очень вкусные ну конечно как вы думаете что еще придет минимум вот такой чайничек обожаю в нем когда заваривается чай потому что в нем он особенно какой-то вкусный особенно это чисто заварка тысяч передаем как я и говорил но сегодня не манимен а я яичница пришла но яичница тоже хорошо я почему-то люблю яичницу с утра и вот так вот немножко разбавляем я люблю крепкий чай внизу вы видите там стоит такая как таблетка она подогревает весь чайник вот этот а этот соответственно подогревает ну что приятного аппетита жевать на камеру обед не буду не научился еще идет а еще и сыр вот есть вот здесь сыр а знать сам как-то не верю что я сейчас здесь нахожусь резкость у тебя есть камера паси больше вот такой красоте нереально сидишь завтракать в тенечке в блин класс а еще и с малой шапкой вчера выставил в инстаграме друзья многие написали серегу ты чё вообще больше кепки не носи никогда в жизни вот это твое вот этот горшок это твое все выглядит пацаны теперь я понял я нашел что мне нужно и уши не обгорают и и лисо не сгорит как раз эти пятна не появятся еще принесли даже картошку фри короче завтрак как обычно начинается с плотненького завтрака блин а бывает же такое что солнышко печет так что ничего не хочется делать а сколько планов было столько планов на самом деле шучу у нас 12 часов запланированный спуск к озеру на рыбалку поплавать в озере попрыгать с понтона поэтому ждем еще часик сейчас плюхаемся на бассейне по плюхаем северинка что пришел вот такая красота так просто сидишь смотришь вперед и просто голоса радуется и думаешь ну вот реально бывает же такое не только в фильмах вот такой вид красивый почему-то слабо верится вот ощущение что это даже даже не в турции просто мы плохо знаем турции мало видели красивых мест в турции а на картинках нам такую турцию не показывать красотишь еще все не поймать рыбу кайфовую большую но я так понимаю что большую здесь будет поймать невозможно потому что она вся в загонах стоит все уже выловленная но кефальку ой кефальку форельку с ладошку чуть больше он сказал что здесь их тима поэтому сегодня половина действия в удовольствие вот кстати я вам показал вчера отсюда получше видно видите пыли сколько добыча мрамора там мрамор двое там и сейчас на такой красивой лодочке с красивой женушкой моей кепочки страшно ну мы так вот сюда сейчас доедем там можно скупаться и назад водички зеленые короче катим на лодочке попроси попрощался я шапкой со своей потому что как вы думаете кто уронил шапку да 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 так что теперь я без своей любимой шапки но зато да я за ней что-то не прыгнул но зато мы ем с этим какой красоте небольшие горы лодочка красотища кстати наша прям здесь горит давай тик ток здесь снимем будешь тик ток снимать мать вас идем тихим ходом вообще я думал что и озеро где-то здесь и заканчивается она туда туда еще дальше вот смотрите утка выполнен вынырнула но это не утка спицы как они как-то он сказал имя вот они видите взлетает но похож на утку и на и только еще и нырять умеет утка у нас то просто башку засовывает как бы голова наверху а эти прям подныривает и плывут под водой чайки чайки ребят ну чё покатались теперь немножко поднимаемся в горку да шулька там идет что-то крекчет и чего-то мать устала так надо еще тебе спуститься зашли за шляпы в машину которую ты потеряла а мы сейчас срочно на басик поднимать модем можно заработал как же в логике своим подписчикам любимым выставлять я ну он подъем все сделаем сейчас ребят на сегодня просто жара какая-то просто сумасшедшая печет хорошенько вот смотрите я один сижу на бассейне ими зашли в номер пошла отдыхать я полтора литровая то есть 750 миллилитров я уже выпил воды причем пить хочется постоянно но это ладно я выяснил что это за бассейн я просто думал что это бассейн с морской водой но вчера я залез с него и понял что это не морская вода значит вам рассказывает смотрите это бассейн природно живой водой то есть во всех бассейнах которые есть там в отелях в комплексах фитнес-клубах это все ну грубо говоря мертвая вода туда засыпается хлорка и все и вода считается мертвы здесь вода реально я помылся не она прям мягкая мягкая даже лучше у тебя волосы даже лучше после того чем после того когда ты скупаешься например в душе да по шампуне помоешь она не волосы не такие хорошие когда просто здесь покупаешься в общем смотрите я понял я думал что это декоративный бассейн ну так для красоты да это и есть декоративный бассейн но это фильтр это фильтрация живая настоящая фильтрация для главного бассейна то есть поняли да здесь вода фильтруется через вот эти фильтры там вот есть природные да они там сделан ну то есть они сделаны но природного дал так очищается и после этого попадает уже через вот здесь где-то она стекает в такие колонны из этих колодцев не из этих колодцев уже попадают соответственно бассейн она без хлорки она грубе очищена природной вот этим природным бассейном и поэтому считается вода что она живая так кстати видите здесь есть и так вот еще место прикольно тут полный тенек может быть я сейчас как раз сюда и залезу мамуля выскочила ну ты чё собираешься нет выходить выходить собираешься нет а даша выйдет и я люблю тебя до слез первый раз как 1 выходи за меня а как хочешь я на басике здесь очень классно водах холодника прохладно и классно так здесь еще мини барчик но в общем друзья поскольку этот влог про грубо говоря про нашу жизнь да соответственно следующий влог или может быть перед этим влогом то есть я засниму сейчас чисто влог про обзор отеля я похожу покажу отель и посмотрите его как то так наверное да потому что не хочется мешать и влог и отель и все короче вместе все будет по отдельности потому что многие пишут в коментах типа серег вот классно было бы разделить чисто ваша жизнь когда ты куда-то ходишь что-то делаешь так далее с семьей с детьми и так далее и вот если вы приезжаете в отеле круто тоже влоге смотреть но круто смотреть еще отдельно обзор отеля когда ты прям идешь по отелю показываешь здесь это здесь это здесь это здесь это поэтому попробуем так тоже сделал а я пошел купаться ребят жаришка нереально просто просто нереальная жара и я не понимаю откуда она так взялась потому что но в том году это для того года это было нормально в этом году как-то жара попозже пришла к нам сделаем установим что очень кайфово охлаждаться в такой воде и реально вода очень мягкая после такого бассейна даже обмываться не хочется короче мы на вечер заказали себе баньку сейчас поднимаемся до шутка пошла за купальником вот сейчас покажу вам как здесь выглядит банька вот смотрите какая . вот здесь такие дорожки что дух она такой с лебедкой и ездить toyota старенькая какая-то но я поднимаюсь повыше потому что баня еще выше покажу он еще кстати классные локации вестись были тяжело вот еще посидели чая пились и уже лень подниматься вот терраса называется смотрите какая прикольно отгадайте для чего это сетка пишите в коментах фух все а теперь их просто локейшин посмотрите высоченные деревья сосны можно полежать здесь можно просто посидеть вот так офигенно здесь у нас уже тенек а там горы еще пока в солнце вот именно в это время сейчас сколько у нас получится 8 часов комарики появляются и вроде как покусывают а уже как стемнеет все комара не летает не кусает в комнате его тоже нет так в общем догадались для чего это не интересно или нет я сейчас покажу для чего это этого для этого ребятки вот лег вот так и лежишь кайфуешь ну можно туда повыше забраться там что ребятки нашли все не видели такую огромную ящерицу просто без такой большой ящерицы еще не видел в турции вот блин короче домик деревне кайфу о ножичек кто-то потерял кто-то потерял кто-то потерял кто-то потерял кто-то здесь ножиком у нас ходил вот посмотрите но мы тяжело не возьмем пусть кто потерял тут и найдет ко мне нужно двигаться в бане так здесь здесь на территории на самом деле всего лишь 17 домиков и домики есть вот как у нас вы видели деревянный обзор домика делал это похоже домик сейчас зайду во внутрь покажу давайте кстати я покажу потому что прям обзор обзор отеля не сделал потому что были дну пожаре лазить неохота так сюда все правильно пойдемте покажу здесь номер потому что прошлом ролики показывал наш номер сейчас сделаю обзор еще одного номера здесь также у нас как бы больший вид на бассейн а здесь вид на террасу вы видите красивую и на озеро ну и на горы конечно сегодня но не полнолуние но завтрашнего дня уже будет полного вот заходим к никого нет надеюсь так диванчик но я не знаю свет можно включать или вроде никого не заселённым потому что сейчас ковид этот и соответственно основная масса людей не поприезжали туалет с душем у нас такой же душ там вот это шкаф это выход еще один на улицу здесь получается она здесь раздельная кровать просто две раздельные кровать но они маловато нас хотя нет не скажу что мало 1 1 для меня вообще замечательно у нас такие же в детских стоят я сплю и вообще классно классно когда возле кровати есть балкон открыл дверь здесь все в сеточке и дышишь вот этими травмами которые за окном шик шик вот такой небольшой номер с декоративной стеной ну и конечно же конди потому что без конди в курсе и кажется ни одного номера не предусмотрено тут еще какой-то шкаф сделал ну полки до телек и эти видите опускаете можно то есть закрывать от солнца ставни вот эти тряпчаные телек на теле мне кажется таких условиях мало кто телек смотрит то что надо смотреть вот сюда на природу нежели на телек правильно либо в телек но запах здесь просто шикарно такая куча разных трав и они просто ощущение что ты где-то и не знаю в лесу ну как бы это и есть лес по сути просто немножко под вырубленный сделано площадке и здесь вот видите у них была задумка это типа палатки на самом деле то есть стены то есть идет алюминиевый каркас и стены палаточные ребята объясняли что у нас была как бы идея сделать отдых палатках то есть ты приезжаешь у тебя ощущение что ты в палатке и тут видите да такая ткань палаточная грубая вот мы сейчас зайду если там никого нет зайду подсниму как там внутри интересно же он мне не было интересно когда сегодня мне показывали смотри какие какие здесь комнаты у нас есть так ну вот увидите ну реально палатка ну что никто не жил нет никого открываем открыл здесь ну такая яркая красивая комната тоже с двумя кроватями стульчиком душ туалет конечно же телик и вот вы увидите до крыши здесь такая тент тент и из тентовых короче ну и за счет того что кондиционер конечно здесь не жарко душ прикольно уютно очень и уютно и комфортно а самое главное ты такой проснулся и выходишь на балкон вот здесь если ты еще сишки куришь он сел закурил задумался помечтал посидел посмотрел и дальше пошел ничего не говорите но здесь просто красивее место это конечно нет не море и и турецкое побережье здесь немножко другой отдых другого плана так ладно надо шустрить его не уже это до бани пока доползу вот наша банька также колоритника все с дровишками красиво все здесь что-то сделано мамуль мы купили пойдем купили все красиво а ну а холодная водичка что нас купили там теплая водичка так выжим баню венчика высокие есть здесь у нас ну раздевалочка здесь сама парилина так включаем свет не включается будет включать вот включили свет открываем это у нас турецкая баня здесь камни как бы горячие ты на них моешься сидишь вот здесь наш о чувствуется зато вид какой-то статишкой красоты все супер зачет причем баня на дрова понимаем дровишки на бросали бань потопили 4 часа она уже сейчас зашла до 90 градусов поэтому можно приступать на втором этаже что а второй так что я тебе уже приходит вот такая видовая комната здесь блин но жалко что я не знаю как свет включить ну короче со второго этажа здесь все сделано чтобы вы наслаждались видом гор и озера что тут мой парильщик париться напарился такой вид красивый идеальная идея вот я так же домой хочу чтобы но сейчас понятно ночь но уже вечер уже 10 час а вообще днем иди а то камеру меня убьешь давай давай выходить я буду снимать как ты будешь пушку пища снаряд а нам сейчас покушать уже пронесли и венчики не видно хотела заснять а эти видно веник из лаванды класс здесь наш ужин не нагрелась класс да все просто бомба и есть не хочу я все за меня не буду я свои калории отдаю любимый да спасибо так этого добра давай ешь не моё можешь живой красивый вид вообще просто шикарно просто сказочно такая тишина еще вокруг не передать надо здесь оказаться этот воздух что я поняла почечка что значит муж и жена и сразу пойму что что опять греться нормально нет сейчас попробуй здесь пролезть чё теперь пролазит я пойду погреюсь давай тебя поснимать нет да ребятки банька на сегодня просто отмена и на берегу горного озера купили холодненько просто бомбически мне очень понравилось я воспринимал нашу такую так сказать русскую баню да только у нас когда зима когда там прям снег все класс вы знаете здесь в турции тоже эта банька не чешно так заходит попариться очень даже очень даже классно кайфовач просто кайфовач тут слов других не подобрать да шулька пошла париться мне значит принесли опять опять говорю мясо все него обед поел заказал какое-то блюдо и мне в итоге принесли мясо и уже было неудобно отказываться и здесь вот как увидите 1 2 но здесь грамм 100 шашлыка с перчиком с картошечкой с луком причем лук смотрите даже не чищенный может быть в этом есть какой-то свой прикол надо сейчас попробуйте если понравится так и буду делать дошулька заказала себе рыбку вчерашнюю думаю вчерашнюю рыбку которую мы вчера ели она заказала потому что она очень вкусная и конечно же вкуснейший чабан салат тут лук помидоры зелень огурцы поэтому сейчас еще сколько я два раза зашел еще два разика зайду хорошенечко пропарить и после этого уже пойдем кушать и потом уже наверно спать в итоге короче напарился так что лень вставать заснул бы прямо здесь прям что банька творит с людьми до расслабляет готовит ко сну омолаживает поэтому вот хорошо было бы за правило взять раз в неделю по четвергам в баню ходить красота я раньше кстати с друзьями ходил ну мы ходили в общаковую баню чисто пацанами у нас по четвергам такая образовалась такая знать как это ну короче привычка и по четвергам ходили на протяжении наверно двух-трех месяцев недолго но это кайфово то что встречайся с друзьями в том месте где но можно пообщаться посидеть попариться и поговорить ну в общем очень классно мне очень нравится но потом что-то один не пришел потом что-то второе отвалился 3 и в итоге это все все изобилие и и и и и и и и и